Глава пятая под заголовок пятый. Убийцы выходят на работу. Создание ООП. В 1951 году, после того, как арабы потерпели поражение в войне за независимость, король Иордании высказал намерение заключить мир с Израилем, за что был немедленно убит агентами Муфтия. Убийство короля Абдаллы ознаменовало собой новую стадию эскалации террора на Ближнем Востоке, поскольку теперь террористам удалось уничтожить главу суверенного арабского государства, а не местного общественного деятеля или старейшину семейного клана. С тех пор угроза политического террора, порожденная Муфтием и его приспешниками, является неотъемлемой частью ближневосточной действительности. Неудивительно, что при таких обстоятельствах египетский король Фарук пожелал ограничить предоставленную Муфтию свободу маневра. Когда хадж Амин-эль-Хусейни направился в Газу, чтобы возглавить там свое правительство в кавычках, Фарук распорядился вернуть его в Египет. В конечном итоге Муфтий уехал в Бейрут, где и умер, сподобившись, впрочем, дожить до реванша. В 1952 году король Фарук был свергнут со своего трона и в Египте утвердилась военная диктатура радикалов-панарабистов. Еще через два года Гамаль Абдель Нассер сменил своего предшественника генерала Махмуда Нагиба на посту председателя Революционного Совета и главы египетского правительства. Нассер использовал всю мощь оказавшейся подвластной ему государственной машины для разжигания ненависти к Западу и для пропаганды реванша, которого он рассчитывал добиться, освободив Палестину в кавычках от сионистов-ставленников Запада в кавычках. Претендуя на роль новоявленного Саладина, Нассер понимал, что неоспоримого лидерства в арабском мире он сможет добиться только в том случае, если ему удастся возглавить общеарабскую кампанию против Израиля. Он неустанно твердил о своем намерении уничтожить еврейское государство, пытаясь убедить арабов в том, что это вполне достижимая цель. Египетская пропагандистская машина взяла на вооружение антисемитскую доктрину Хадж Амина Эль Хусейни. Через Нассера и его учеников ненависть муфтия была унаследована экстремистскими элементами арабского мира. С наибольшей готовностью эта доктрина была воспринята палестинской молодежью, закалившейся в политическом гарнире Каира 50-х годов. Молодые люди, родители которых покинули Эр-Цесраэль до и во время войны за независимость, охотно усвоили благую весть радикального панорабизма. Со временем именно они, Ясер Арафат, Абу Ияд, Абу Джихад и многие другие составили руководство ООП. Свои первые военные навыки эти люди приобрели в палестинских подразделениях египетской армии, созданных Нассером для участия в войне против Израиля. Подзаголовок Создание ООП В 1964 году Нассер созвал в Каире первое общеарабское совещание на высшем уровне. Лидеры арабских государств сосредоточили свое внимание на единственном вопросе, по которому можно было добиться всеобщего согласия – вопросе об уничтожении Израиля. В ходе совещания Нассер предложил создать организацию палестинских арабов, которая будет действовать по всему миру, добиваясь уничтожения еврейского государства. Арабские лидеры с энтузиазмом поддержали это предложение и договорились о совместном финансировании новой организации, которую возглавил ставленник Нассера Ахмед Шукейри. Организация освобождения Палестины была задумана Нассером как послушный инструмент панорабского национализма. Она была создана для того, чтобы выступать на международной арене с палестинскими лозунгами и осуществлять локальные воинские операции против Израиля. Вместе с тем было совершенно ясно, что ООП должна оставаться под полным контролем египетского правительства, дабы не вызвать резкой ответной реакции со стороны Израиля. Нассер, потерпевший позорное поражение в результате вторжения в Йемен в 1962 году, нуждался в дополнительном времени для того, чтобы восстановить мощь своей армии. Шум вокруг палестинской проблемы в кавычках представлялся ему удобным и безопасным способом поправить свою пошатнувшуюся репутацию общеарабского лидера. Ахмед Шукейри как нельзя лучше подходил для этой цели. Когда он был послом Саудовской Аравии при ООН, ирландский писатель и дипломат Коннор Круз О'Брайен назвал его «безмозглым флюгером». Однако у лидеров ООП очень скоро возникли новые идеи. Созданная Нассером марионеточная организация обрела собственное лицо благодаря террористическим операциям арафатовской группировки «ФАТХ», которую поддерживал тогда баосистский режим Сирии. Само название «ФАТХ» было перенято Арафатом у сирийской панорабистской националистической группы. Боевики «ФАТХа» принимали участие в десятках диверсионных рейдов на территорию Израиля через Иорданскую границу. В большинстве случаев эти террористические налеты были безуспешны, однако они обеспечили «ФАТХу» героическую репутацию, что вынудило Нассера ослабить узду. Он позволил Ахмеду Шукейри предпринять ряд собственных террористических операций против Израиля, а затем центральное место в ООП отошло к «ФАТХу» и Ясер Арафат был возведен на пост председателя исполкома палестинской организации. Постепенно ООП сумело избавиться от египетского контроля и выработать собственную стратегию. Под руководством Арафата ООП определила для себя новую роль – не только авангард арабской борьбы против Израиля, но взрывное устройство, призванное привести к глобальному конфликту на Ближнем Востоке. Лидеры ООП рассчитывали, что совершая постоянные террористические нападения на Израиль, они вызовут жесткую ответную реакцию против сопредельных с Израилем арабских стран и сумеют таким образом спровоцировать всеобщую региональную войну, в которой арабы победят и уничтожат Израиль. И через 20 лет после описываемых событий Арафат надеялся, что ему удастся столкнуть арабские страны с Израилем, несмотря на поражения, понесенные арабами в двух войнах. Арафат стал главным разжигателем войны на Ближнем Востоке. В течение многих лет он неустанно призывал арабов к эскалации насилия. Война на истощение сиянистского врага никогда не прекратится. «Я заинтересован в войне в регионе, ибо убежден, что единственным средством исцеления от всех болезней арабской нации является настоящая война против сиянизма». Конец цитаты. До 1967 года целью террористических атак ООП было проникновение на территорию Израиля и разжигание новой арабо-израильской войны. Диверсанты ООП использовали опыт, накопленный в 50-е годы «федаюнами» вооруженными палестинскими диверсантами, действовавшими против Израиля по поручению Насара. Группы федаюнов проникали на израильскую территорию, убивали мирных граждан, взрывали машины, а затем возвращались на свои базы в секторе Газы, находившемся тогда под египетским контролем, и в Иудее, и Самарии, на территории оккупированной Иорданией. Израиль отвечал на действия федаюнов дерзкими операциями возмездия. В конце концов, диверсии федаюнов вместе с египетской попыткой перекрыть тиранские проливы на юге Синая вынудили Израиль провести широкомасштабную военную операцию против Египта. В ходе синайской кампании 1956 года базы федаюнов в секторе Газы были уничтожены. Газы Газы